и здравия соратники и сегодня очень жесткая такая реклама пошла и это просто пробило все мысли на пределы меня это достало я не знаю откуда этот ролик но утверждает что от ядра немножко посмотрим этот ролик и потом я его прокомментирую и планы ближайший получать есть кое-какие мысли трахаться что ли предлагаешь да а чё олег мы встречаемся уже две недели и опять просто секс надо что-то новое попробовать ну давай попробуем новое не против а что не знаю сейчас погуглим за две недели уже просто секс надоел сказочники ну ладно смотрим дальше лена ты уверена что это нормально да хорош ссать главное попробовать что-то новое лена леночка мозг ну его нахер это новое а лена ну и таким образом эллипсовидный разрыв задней стенки анального сфинктера локализуется а можно по-русски жопа зарастет через две недели зато новое попробовали новое ради нового сомнительная затея выбирать надо то в чем уверен я бы выбрал на тему секса много интересных роликов от лгбт еще тут смысле лдпр выпустила ролик якобы либо их ненавистники конкуренты не знаю но вот этот ролик похоже не нас не несет никакой негативной как они думают нагрузки просто действительно агитируют за ядро как они думают у меня небольшая поправочка мне кажется что даже официально эта партия уже 20 лет власти 21 год это уже далеко не новое тоже далеко не две недели как когда-то было две недели чтобы сгладить кривую поносить модные аксессуары который вылилось уже в два года жесткого положения болта на конституцию хотя на конституция на положено давно этот инструмент мне кажется что небольшая поправочка новое мы попробовали не хотим попробовать сейчас мы попробовали где-то году в девяносто третьем и с тех пор жопа не зарастает новое мы попробовали еще даже чуть раньше перед перестройка гласность ускорения это все вылилось в новое в девяносто третьем году когда без нашего согласия вопреки волеизъявлению народа нас вот таким образом поимели на голосовании о сохранении ссср вот именно таким вот нехорошим образом вот это вот новое которое произошло в девяносто третьем году с приходом ельцина который назначил потом путин а он его назначил и который с тех пор 21 год у власти 21 год вот такой позы жопа не нарастает что мы имеем в результате даже не 30 лет практически там с 91 а потому что вся эта бодяга началась когда ельцин только начал разваливать рсфср когда он переименовал 1 фср министерство ведомства в министерство ведомства рф без нашего согласия на что не имел права когда он поменял конституцию так называемую рсфср и были бланки голосования рсфср а потом откуда взялась конституция рф был проект опять же не конституция один из проектов то есть должны быть другие а голосование по другим проектам конституции рсфср повторяюсь не было где было подписание беловежского соглашения преступного и об этом есть решение зорки на представителя конституции сюда и так далее мне кажется что мы в такой позе 30 лет и жопа не зарастает уже мы в этой позе уже давно даже не с 18 года когда украли наши пенсии даже не с 20 года когда обновили конституцию и один человек получается еще может 12 лет когда все переделали там можно и торы делать где нет конституции где не действует конституция взяли сибирь сделали тором и там может действовать право китая вот это все по нашей конституции где так называемая публичная власть коссовет может рулить всем и вся это хуже чем власть кпсс в самые жуткие застойные годы товарищ сталин хотел убрать эту власть чуть-чуть не хватило как всегда нам новую чуть чуть не хватило так вот даже не из 91 с 2001 года официально каждый день у нас храм возводился и одна школа одна больница закрывалась два раза сократилось количество школ и больниц не а и они хотят чтобы мы за все это голосовали якобы мы в девяносто первом году 93 голосовали за уничтожение сср есть и таким образом якобы мы виноваты в резне русских на окраинах в геноциде русских повсюду включая эрефию так называемую якобы мы виноваты в том что мы отказались от своей валюты теперь у нас центробанк печатать какие-то признаки рубля и непонятно по какому коду мы платим за все то ли 810 то и ты так далее то не 643 там или другие к ты потому что было ты вроде рубля один международную другой внутренней наличные другой внутренней безналичных слава богу эта система прекрасно работает как система в теле есть один водоворот есть другой и неважно вот мне кажется что вот жопа не до раз не зарастает и бур проходит все дальше и дальше может быть хватит принимать на себя ответственность например за то что мы платим что мы лишены пенсии например кто-то украл мои пенсии ведь когда создавался пенсионный фонд хотели разгрузить бюджет от государственных от больших на налогов и нагрузок на пенсии мол люди сами должны копить так вот многие люди накопили и не дожили до 60 лет а теперь они еще больше не будут доживать до 65 а где их деньги то где деньги зин мы получается вот этими голосованиями изменили конституцию хотя панфилова жестко признал четко признала что конституция уже принята тогда зачем эти голосования на пеньках а вот чтобы перенести на нас кармическую ответственность так вот я запрещаю переносить на меня ответственность я не принимал решение чтобы платить не знаю пять шесть восемь раз за одно и тоже примеру за право передвижения мы платим дорожный налог акцизы много акцизов в цене бензина бензин стоит 35 рублей на самом деле сейчас он стоит 50 из-за акциза в том числе транспортный налог доложен дорожный налог платон этот хренов платные дороги шестой раз и налог на утилизацию автомобиля это все за право передвижения плюс еще всякие ненужные страховки все остальное тех осмотры которые сейчас отменяют и т.д. и т.п. и де-факто фискальная система штрафов некоторые уже давно перестала в способ быть способом дисциплинирования автолюбителей скажем так и так далее и тому подобное и если кто-то хочет еще в этой ситуации ходить на выборах на выбор и добровольно вставать вот такие позы чтобы якобы пробовать что-то новое мне кажется уже достаточно поэтому я на выборы не пойду нужны выбор на которые за силком загоняют всех бюджетников и требует отчитываться фотографии и так далее немного чего не нужно и мне кажется что пора вернуться к старому доброму любовью любовью а не сексу в ссср секса не было дети были так вот мне кажется нужно возвращаться к опыту ссср и основания ссср где были старые добрые советы где каждый человек открытым голосованием поднятием рук выбирал от этого человека и знал за что с этого человека спрашивать и не было особых и депутатов а депутатство совмещалось с основной работой не еще много к чему я бы вернулся надеюсь к этому веру мы вернемся потому что эти процессы уже исторически неизбежны вследствие того что наконец-таки змея докусалась и наконец-таки укусила свой хвост я имею ввиду эти уколы и вот эта система в результате которой сейчас все кого принудила система сама себя начала принуждать и не только голосование но и куколом я думаю что все кто в этой системе нехороший кто вот так вот нас имеет течение двух лет в результате назовем это объективных процессов и явлений например четыре сезона гриппа и очень много радиопомех на которые реагируют графе например рации у медработников преступных и преступных же полицаев они повлияют радаров и так далее дорожных радаров они все излучают во все стороны практически более того дорожными радарами будут облучать графеновых водителей за рулем это уже происходит вопрос только когда графен будет достаточно вшит в нервную систему и достаточно перед будет перестроена мутирована днк а по эти процессы объективные мне кажется вот этот вот секс от ядра с ней прочей либера сне которая как чубай захватила нашу страну в девяносто первым и девяносто третьем годах в результате госпереворот и об этом тоже есть постановление зоркина мне кажется всему там приходит конец преступным геноцидным судьям которые умудряются штрафовать федеральным законодательством за нарушение местного законодательства то есть федеральным кодексом и только в москве и существует свой кап или в паре субъекта скажем так где есть предусмотрено наказание за нарушение вот этого режима аксессуарного на лице если у нас был реально потребно отзорка санэпидемстанция которая следила бы за реальной эпидемиологической обстановкой они бы знали что это вирус не выделены его нет поэтому я не сожалею о том что все работники этой геноцидной конторы в течение двух лет уйдут а если они в течение двух лет не прекратят жизнедеятельность и не могу сказать умереть потому что для вселенной у них статус умерших с момента укола на мой взгляд на тонком плане они живые и я не буду жалеть об уходе и прекращении жизнедеятельности ни единого скажем так геноцидника в этой конторе я не буду сожалеть об уходе и прекращении жизнедеятельности медицинских геноцидников которые знают что писсуарные тесты ни на что не влияют и ничто не находят это лишь способ умножения некоего материала они знают что вирус не выделено не знают что гриб куда-то пропал сейчас сплошной к вид и записываю случаи с к видом в смерти от к вида и так далее я ничуть не буду жалеть об уходе этих существ не могу назвать их женщин в черных магиях которые считают что им все сойдет с рук вот теперь они уколоты у них статус товара по международному праву и они участвуют в этом всем геноциде если у нас были нормальные суды они бы не могли одобрять и оправдывать не продажу товаров без этих вот тряпочек на лице потому что ничем не может быть обусловлен отказ по гражданскому праву это все анти конституционно даже вот эта фелькина грамота так называемая конституция оригинала который нигде нет потому что оригинал повторюсь и это было на бланках голосования конституции рсфср они эрефи и конституции эрефи и как-то отменила конституцию рсфср 77 года это прямо вот на последней странице написано это конституции так называемый это полный бред все то в чем мы живем полный бред и этот бред мне кажется закончится ну а я могу долго на тему рассуждать и мне кажется что змея наконец-таки все-таки укусила себя за хвост и яд распространяется по нервной системе самой этой змеи наша задача в ближайшие два года выжить и не дать змее укусить себя в плечо либо в другие места на этом и нужно сосредоточиться а ну а желающие принять на себя кармическую ответственность вперед на участке ну а тем кто все-таки хочет куда-то выйти в эти выходные рекомендую сходить и посмотреть фильм дюна замечательный документальный фильм конечно же немножко там вбросов немножко промывки мозгов на разбор фильма дюна следует за этим роликом я его сделаю поэтому рекомендую сходить посмотреть в кино пробздиться без масочек погулять по хорошей осенней погоде потому что ну как я думал что на же скач начнется в том году но вот он очень медленно приходит но он неминуемо приходит ибо ничто не отменен грядущего и все-таки же скач мне кажется начнется все-таки в двадцать втором году где-то весной 22 года через год после того как началась массовая компания уколизации потому что на модификацию днк нужно примерно один год и тогда начнется массовый листопад с посмотрим насколько это все реально ну а все-таки тем кто хочет куда-то выйти рекомендую выйти и посмотреть документальные фильмы дюна разбор которого игр идет потому что ничто не может отменить грядущего но в конце мы победим это неизбежно добра соратники и поменьше смотрите вот подобной херни от всякой ядра сни и если кто-то возбудится по поводу извращенного секса от разных прокуроров но добро пожаловать поговорим о тонкостях русского языка матня ядра сня и прочее либера сня об оборотах идеи причастиях о том кто что так кто кого ебешь такое ебание условно боги колик вибрациями которого кола ебаниями создан мир по славянской так называемой мифологии мы поговорим о разных делах и заодно я сделаю заявление о преступлении которые они может быть все-таки расследуют потому что я заявлю что я лично яд в каждый укол вложил в виде оксида графена и графена добро пожаловать любая дорога она в обе стороны я надеюсь что есть честные прокуроры которые хотят звездочки себе лишнее получить на погоны добро пожаловать ко мне за объяснениями можно зацепиться за этот ролик например оскорбление группы лиц найти там и прочее прочее пожалуйста ничто не может отменить грядущие поэтому хватит смотреть всякую херню вот такую предвыборную и давайте смотреть все-таки вдумчивое хорошее документальное кино например дюна добра